Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке. Your life is my life. И сегодня нас отпустили раньше занятий. Короче, самая строгая учительница, которая говорила, что там вообще все должны... Маги, всем спасибо, все свободны, мы говорим сегодня все успели. Как мыши, не опаздывать, не вообще, не входить, не выходить. То есть, вторая неделя, вторая неделя идет непонятно в каком режиме, непонятно. На час отпускают раньше. Почему мы просто очень способны? Просто она застращала сразу, наверное. Ну, наверное, чтобы приходили как-то или что. Ну, что сегодня было на Women's Status? Сегодня мы разбирались, ну, короче, на классе феминиста, как я его называю. Сегодня я испытала жесточайший стресс просто, да. Я умерла в начале класса, а потом родилась к середине. Я написала дома работу. Сохранить. Я ее в ворот набирала. Я прихожу в класс, открываю, а работа нет. Ну, поясним для тех, кто не в курсе, что ты дилетант. Компьютерный дилетант. Ладно. Нормально я. Первый стиль. Да. Ну, второй же сейчас. Я Сереже, давай смс-ки срать, позвонить же тоже нельзя. Типа, что делать? Может, я начинаю вспоминать, что в тот момент, когда я заканчивала работу, Сашуля шел принимать уже душ. И, может, думаю, я вместо того, чтобы сохранить, на жару убрать, черновик удалить, Начинаю нажимать на корзину. В корзине нифига нет. Все, у меня, короче, настроение вообще испортилось. Ну, потом Сережа говорит, ну, там, пробуй то, то, то. И вообще, типа, я ладно пишу, ничего не получается. Будешь дома, ну, я пишу, что приеду домой, будем разбираться. Мне, как бы, сегодня не нужно было это не опубликовывать, ничего. Но я хотела именно показать учительнице, спросить какие-то моменты. Ну, сижу, какое мне уже занятие, мне уже проблему решить надо, давай в Google задавать, как восстановить, как сделать. Ну, в общем, там, пошагово для таких, как я, расписано, как можно что-то катать назад. Да. Ой, ладно. Первый раз, когда я чистила клавиатуру, Сережа, помнишь, как я хорошо почистила клавиатуру? Я вообще запрос в Google написала, как, типа, почистить клавиатуру девочки. И мне там написали, как. Да-да? Так что, а, ну, в общем, восстановила я, ох, выдохнула, потому что, блин, старалась я там очень сильно. Она устроила эксперимент, нас опять делили на какие-то группы, что по типу, помимо твоей гендерной принадлежности, что ещё имеет влияние на твою жизнь. В общем, этническая принадлежность, возраст, социальный статус. Социальный статус. Ограничение. В общем, я не помню, что ещё было. Но весь класс романулся в этническую принадлежность. Вот что помимо гендерной принадлежности, да, на них ещё имеет влияние этническое принадлежность. Принадлежность. Ну, давит на них. Давит, да. Она начала там обсуждать, короче, как это на вас влияет, туда-сюда. В общем, я опять в стороне от компании, потому что мне, как бы, ничего на меня не давит. Я вообще застыла посреди краса, пока всё подумала, пока решила, куда идти. Она говорит, ну, куда бы вы? Я могу рассказать, что на меня давит в этническом плане. Что он тебе давит? Когда пассажиры узнают, что я... За это не этническое, мне кажется. Это всё-таки... Ну, там больше идёт по цветам кожи, мне кажется. На нас же цвет кожи не давит. Или ты думаешь, этническое это и происхождение, типа как русские. Я с расой съездила. Думаешь? А я для себя с цветом что-то кожу подумала. Я постояла, подумала. В общем, романулась я туда, где написано возраст. Ну и стояла там себе, поставила. В гугл спросить, что такое этнос. Правильно. Вот, стояла себе, поставила, пока она не решила у меня узнать, что-то я там встаём. Там всё под табличкой. В общем, я и быстро... Подожди, ты в возраст пошла? Да, я пошла возраст. Потому что вчера, общаясь с мамой, мы разговариваем, она говорит, ну а как твои уроки? Я говорю, да вот вы, я там что-то писала туда-сюда. И она такая вздохнула такая. Она у меня, мама такая, ну тоже девочка-девочка такая. Ой, ну кто бы мог подумать, что ты в твоём возрасте будешь учиться. Я такая думаю, зашибись, мама. В общем, сказала, всё, пока у меня нет времени обиделась на маму. Да, она меня обиделась. Ну и объяснила, в принципе, что возраст, он в принципе в моей культуре, там, где я жила. Потому что, ну она же знает, что я инисовский студент. Говорю, что он всё время сопровождает, ну вот женщину, допустим, ну человека он сопровождает. Тебе 20 лет, а ты ещё не замужем? Да! Тебе 22, а у тебя ещё дети в школу не пошли? Спокойно. Когда ты в 20 с чем-то лет рожаешь, тебя причисляют и кричат, а в 8-й параде старородящая лежит. На весь коридор орут. Поэтому я и вот так вот, ну этот пример я не приводила, потому что я не знала, как его скажем на английском правильно. Ну, я приводила примеры вот про роды, про учё, про рождение детей, что давят на тебя, давят про рождение. Американцам трудно понять, что в 40 лет уже становятся дедушками и бабушками. Да, да, я сказала, что я привела пример твоего папы, который когда-то меня очень смешил. Когда-то мне Александр Фёдорович рассказал, что он очень боялся, когда появился Вова, это Серёжин Мурадший брат, потому что он думал, что, ах, это так, в 36 лет стать отцом, аааа, вот, он переживал за это. Ну и, в общем, я высказал свою точку зрения, а остальные там начали рассказывать про цветок, боже. Таких как на них дают цифры? Ну что все сразу там их к чему-то причисляют, везде их все ущемляют. В общем, это грустно. Но это было не настолько грустно, как сегодня физрук нам. У нас сегодня тема была о наличии оружия, о массовых убийствах, о том, что это происходит из-за того, что у людей накапливается стресс, потом о семейном насилии. В общем, он нам показал кино, да. Ну, уже бывает, мне бабушка расскажет какую-нибудь программу, так думаешь, лучше бы не слышать её. Она смотрит всякие там малаховые всякое такое, да. Ну, уже и сегодня физрука, можно причислить маме бабушке. Там, в общем, рассказана ситуация, главная героиня женщина, и она рассказывает свою историю, как она жила много лет с мужем-тираном, который её и, блин, в материальном плане, и в физическом плане, и в моральном он её, короче, уничтожал просто. И её, и детей, и её соседи берут интервью, которые это рассказывают. Вот, в общем, 27 минут, блин, прям, хоть плачу в конце. Ну, за это он у нас на 15 минут раньше отпустил. Он сказал, что сегодня, говорит, очень тяжёлый был эмоциональный класс, вам надо, типа, проведутся. Мне кажется, ему просто надоело становится. Ну, у нас сегодня одна девочка ещё добавилась. Ну, а на последнем, на моём, скажем, очень специальном классе мы сегодня разбирали, какие семьи бывают, о том, как строить, какие по структуре бывают семьи, как правильно строить здоровые отношения в семье. Ну, и опять же, мы это всё рассматривали со стороны, что вот я росла в какой-то семье, я сейчас, я как взрослый, допустим, человек, имею свою семью. И плюс то, что я как работник, который будет работать с семьёй, как я должна учиться понимать, что все семьи с разным устроем, с разными взглядами на жизнь, с разной культурой. Ну, было достаточно интересно. Почему интересно? Вообще, три часа лекции – это достаточно скучно. А слово «достаточно» и ещё «достаточно» раз повторю, потому что у меня Сашка загрузил вчера и мозг. Почему было интересно? Опять же, ну вот начали, она говорит, кто-нибудь может рассказать, поделиться своим примером, кто рос в какой семье? И опять начинают рассказывать о своих семьях, о том, чего у кого как было. У одной девочки она вообще рассказывала о том, что у неё никакой не было, как это сказать. Ну, её ничего личного не было у неё. Её телефон мама постоянно мониторивала. Мама могла почитать её записные книжки, проверить без её, ну, как бы без её ведома её рюкзак проверить. И даже когда она уже стала тинейджером, это казалось не только вот рюкзака, но вот как у Сашки. Честно сказать, я тоже в пятницу проверяю у Сашки рюкзак, потому что я знаю, что есть пятничная папка, в которой будет много бумаг. И Саша бывает что-то забывает отдать. Я потом на следующей неделе, сюрприз, а мы тут что-то делаем в классе, да. Поэтому, конечно, к Антону и Катарине мне уже как-то не очень удобно лезть в их рюкзак и смотреть на что-то. А у девочки проверяли до 17 лет, всё там, и больше. У другой девочки только один час в неделю. Ну, девочки, девушка, она уже взрослая девушка, она стюардессой работает. Да, у достаточно взрослого возраста, у неё только один час просмотра телевизора в неделю. Напишите в комментариях, что Вы считаете, как вот надо с детьми правильно, надо в пятом классе рюкзак проверять, или всё-таки ребёнок уже достаточно самостоятельный, у него может быть какое-то личное пространство, и в том числе рюкзак. Можно я своё мнение скажу? Нет, так я Вам спрашиваю. А, да. Вот как Вы считаете? И Ваше мнение по поводу телевизора, и планшета, и игровой приставки. Сколько можно ребёнку в день или в неделю играть? Потому что мнений очень много, и будет интересно услышать мнение многих и каждого. Ну, все же родители, у каждого свой взгляд на воспитание, на все эти там запреты. Ну вот наши дети, например, сейчас растут. Катарина и Антон старше, им уже сейчас 10 и 11 будет. 10 и 12. И 12 будет. Вот у них начинаются уже в телефонах всякие переписки, всякие мессенджеры, всякие там эти приложения, они уже там сидят, они уже там что-то пишут, там что-то регистрируют, они уже сами могут регистрировать свои почты какие-то. Ну хорошо, я согласна. Может быть, нужно держать руку на пульсе, но чтобы ребёнок явно не чувствовал, что вот он стоит, пишет, а ты сзади ему в затылок дышишь, смотришь там, что он написал. Может быть, тихонечко так вот, когда он спит, так что-то пей, тогда их глаза и пей. Ну, совсем чуть-чуть. Ну хорошо, тогда что получается, если вот так вот подойти, что нужно и можно мониторить, то в дальнейшем вырастает такой ребёнок, и он начинает у своего партнёра, блин, мониторить всё вокруг. Так, ребёнок и партнёр – это разные вещи. Все проблемы с детства. Ты потом не сможешь... Мама, твой дневник до скольки мониторила? Мама? Оставим этот разговор. Ну, почему? Это интересно всё обстоит. Ну, я узнала. А то у меня был дневник, который я беру достаточно много. Да и за там пару меня это слово достаточно. Сашину, что запретить говорить дома – достаточно. Однако интересно ещё. Да, вот ещё однако интересно. У него либо достаточно, либо однако интересно. А потом я хожу, как дятю повторяют. Я беру а много лет дневник, писала там, и потом, когда я стала взрослым человеком, я отдала, оставила его, скажем, в доме, где живёт моя мама, потому что, ну, я как бы свято верила, что, ну, вот никто не будет читать то, что было написано очень много, давно лет. А потом я узнала, что мама его почитала. Я обиделась. На всех. На маму. Потому что я считаю, что это некорректно и неправильно. Да нет, там взрослый человек сидит. Я тоже смотрю, мы детям так не будем. Ничего, вообще нет. Просто сразу же, это мы сейчас Серёжа наблюдаем, как несколько детей садятся в машину Uber. Садились. Они просто с мамой, видно, разговаривали. Они не садились. Тогда ладно. Тогда можно. Разрешено. Отдобряем. Потому что, в принципе, по правилам Uber, и, я думаю, лифта тоже. Если ты видишь, что ребёнок достаточно мелкий, можно попросить, спросить у него удостоверение личности. И, по-моему, даже если у него нету 18 лет, то можно ему отказать в поездке. Ну, я тоже считаю, это просто джимально. Ну, вот тот, кто садился, он какой-то, мне кажется, чуть-чуть старший. Нет, это сидела женщина, он просто разговаривает. Да. В общем, высказывайте ваше мнение по поводу контроля детей. Как вы считаете, правильно, стоит ли их контролировать? Далеко нужно заходить. Да, и стоит ли разрешать им полностью погружаться в мессенджеры бесконтрольно. Потому что, вот, у нас, например, такой вопрос возник. вопрос достаточно сложный, и вот Маришка его проходит. Ну, Сереж, какой у нас вопрос возник? Ну, вопрос есть. Проверять ли телефон каждый день, там, или раз в неделю? Ну, я считаю, что... Мы достаточно сильно и хорошо доверяем детям, но тем не менее... Я доверяю нашим детям раз в неделю. Ну, проверить не помешает. не раз в неделю, на самом деле, это очень редко бывает, когда я могу посмотреть переписку. Ну, чтобы просто быть в курсе ситуации, я же не ловлю, потому что... Ну, твои я вообще не проверяю, так что раз вообще. Ну, Ну, конечно. Потому что не у кого ничего. Вы были на канале Нас, здесь в Америке. New Life is My Life. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и увидимся в новом влоге. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok